Просто посмотрите на вот это! Короче, вот такие баги мы нашли в нашей CS GO на Android Вместе со своим подписчиком И, в общем-то, сегодня мы их будем исправлять А для тех, кто не в теме, то рассказываю Мы сейчас сами, своими ручками создаем свой CS GO на Android На игровом диске Unity Если вам интересно, как это делается, то можете чекнуть вот этот плейлист Вот в этом верхнем углу Да, я согласен, видосов там, конечно, уже много Но дело в том, что можно посмотреть только самое первое, а там уже дальше по желанию Ну ладно, короче, по нашей очень доброй традиции Вот эти ребята из нашего Discord сервера попадают в наш видос И да, если вы так же просто хотите попасть в видос То ссылочка на наш сервер в описании Ну, короче, ладно, приступаем к делу Хотя, стоп, стоп, подождите Я забыл про самое главное Это голосование насчет следующего видоса Короче, просто тыкайте вот на этот верхний угол и голосуйте И, конечно, еще не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выбранный вами ролик Так что, пальцем тык Пальцем тык-тык-тык-тык готово Зачем это сделали? Непонятно Короче, приступаем к исправлению багов Короче, вот наш проект уже запущен Ну и давайте уже начнем исправлять баги Ну и начнем мы с такого бага, как бага с ВХ То есть, смотрите, я, допустим, подхожу вот сейчас к вот этой стенке Наклоняюсь и бац, смотрите, я могу видеть просто сквозь карту все И, в общем-то говоря, сразу возникает такой вопрос Как это нахуй исправить? Да, это исправить очень просто Для этого мы идем в папку FPS.me Дальше в Prefabs Дальше resources Дальше player sweat У нас открыло... Блять, ну кто мне звонит? Сука, еба И дальше player sweat И у нас открывается наш игрок И, в общем-то, смотрите Мы здесь находим такой объект, как Player Weapon Holder Вот так вот Разворачиваем его И здесь мы находим объект Player Learning Pivot Пивот, хуйно, как читается С английским у меня проблемы, так что Не кидайте в меня камни, я вас прошу Ну и, в общем-то, мы на него вот так вот тыкаем Пальцем Тык-тык-тык-тык, готово И в компоненте Transform у этого объекта Мы находим позицию нашего игрока И видим то, что по игреку Наш объект немного смещён Ну и, в общем-то, для того, чтобы исправить этот баг Пишем здесь за место старого числа Число минус точка восемь Ну и, в общем-то, наш баг исправлен Замечательно? Короче, следующий баг у нас связан с голосовым чатом А конкретно он связан с тем, что он у нас уж слишком тихий И его тупо нихуще слышно И это я заметил тогда, когда я играл со своим подписчиком Который мне показывал различные баги в этой игре Кстати, я ещё на карте одной нашёл тоже баг Короче, для этого мы заходим опять на объект Плеер-суэт То есть вот сюда вот И находим здесь такой компонент Как Audio Source И в этом компоненте мы находим Такой параметр как Volume То есть и громкость И мы этот параметр просто Вот так вот увеличиваем Кстати, также мы ещё можем сейчас Увеличить приоритет нашего звука То есть насколько он будет заслонять другие звуки То есть если мы ставим приоритет пониже То он у нас будет более высоким Да, как бы это странно не звучало А если мы его будем увеличивать То приоритет наш будет наоборот уменьшаться Так что, чтобы наш приоритет был большим Мы этот ползлог подвинем вот сюда вот В общем-то наш баг с голосовым чатом уже исправлен Ну и в общем-то дальше я хочу вам кое-что сказать По поводу вот этих багов Просто весь прикол в том то что Вот эти все баги Они даже прикольные в какой-то степени И даже вам скажу то что Не все эти баги нужно исправлять Просто чисто как по мне Вот эти баги Они как-то Задают интерес в этой игре И они заставляют исследовать карту И тем самым они больше времени Проводят в нашей игре И тем она больше продвигается в Google Play Но сейчас тема не об этом Так что давайте лучше продолжим исправлять баги В общем-то следующий баг который я хотел исправить Это баг с ножом И он связан с тем то что Заместо звука ножа у нас проигрывается звук Какого-то пистолета То есть когда я бью ножом Заместо звука ножа У меня почему-то какой-то звук выстрела Да Но если я сейчас возьму ножик И попытаюсь ударить То никакого звука выстрела не будет И вы скорее всего спросите Где я этот звук выстрела у себя нашел Короче дело здесь в том то что Когда у другого игрока в руках нож Когда он им кого-то или чего-то бьет То у нас как слушателей Заместо звука удара ножа Проигрывается звук выстрела Короче Как нам его исправить Это делается очень просто Для этого мы идем в папку FPS.me Дальше Original Knife И здесь мы находим такой объект Как Original Knife World Короче мы его открываем И в компоненте Third Person Weapon Мы находим такой пункт Как Weapon Fire Sounds И в общем то здесь мы находим Наш звук А точнее звук выстрела Охрененно б**ть Очень вовремя зависло прям Охрененно Короче буду ждать пока все отвиснет Оно отвисло вы представляете Оно отвисло В общем то продолжаем Короче здесь мы находим наш звук выстрела Да Можем даже его вот так вот проиграть Ну и давайте теперь его заменим на звук удара ножом Для этого мы просто нажимаем на вот этот кружочек У нас открывается вот такая вот менюшечка И в поисковике мы пишем следующее Мы пишем third Нижнее подчеркивание И step И находим вот такие вот звуки И лично я выберу допустим самый первый То есть вот этот И в общем то да Баг с ножом Мы только что исправили Вшбись Ну и следующий и последний баг который я хотел исправить Это опять баг с ножом А точнее это баг с первоначальным оружием То есть смотрите Когда мы заходим в нашу игру Нам за место первого оружия Дается почему то нож А не автомат Что как по мне не очень удобно Короче для того чтобы исправить этот баг Мы переходим по ссылочке в описании И скачиваем там один скриптик И этот скриптик мы Должны просто заменить в нашем проекте И если вы не знаете как это делается То сейчас я вам все покажу Короче вот мы скаченный скриптик Да Который мы сейчас будем заменять Короче дальше мы идем в папку Fps.me Дальше Scripts Дальше Player И дальше Vapen И тут мы находим такой скрипт как Player Vapen Manager Мы его вот так вот открываем Он у нас вот так вот открывается И дальше мы просто открываем наш новый скрипт То есть вот этот скрипт Ну и в общем то в новом скрипте Мы нажимаем ctrl-a и ctrl-c После чего мы переходим в старый скрипт Тут нажимаем ctrl-a и ctrl-v И тем самым мы заменяем наш скрипт Полностью на новый Дальше мы нажимаем ctrl-s Чтобы все это дело сохранить И можно сказать то что это все Потому что этот баг мы уже исправили Ну и в общем то Тыкайте на следующий ролик про CS Вот здесь вот Если он конечно же вышел Ну а если нет То тут будет другое видео Но оно тоже интересное Ну и конечно жмякайте вот сюда вот Можете даже еще и на колокольчик нажать Я буду очень рад Ну и как всегда С тобой был HeFake Пока Субтитры сделал DimaTorzok